Приветствую! Аням хасайо! Гутен так! В общем, всем привет! Сегодня, ребята, у нас на повестке дня американский бренд Rude Cosmetics и их очень большая шиммерная палетка United Shimmerdome. Мы с Тезарем желаем всем классного и яркого настроения и если вам интересно посмотреть, как все наносилось, желаем вам приятного просмотра! Ребята, сегодня мы будем с вами смотреть одну очень сияющую палетку от американского бренда Rude Cosmetics. Я с этим брендом знакома. Первое впечатление у меня вообще от бренда сложилось благодаря палетке Tokyo. Вот тут она у нас сегодня сзади стоит на фоне и, к сожалению, это первое впечатление было не очень приятное. Мне палетка по качеству не понравилась и на тот момент я как-то зареклась, что с брендом больше знакомиться как-то детальнее. Мне не хотелось и что я не буду этого делать. Но когда в июне закрывался сайт Exo Beauty, где было представлено очень много иностранных заморских брендов, на Rude Cosmetics были большие скидки, да и вы в комментариях не раз мне писали, что Маша, давай-давай обзор на Rude, потому что очень много ярких палеток, палеток с сияшками, в общем, все, что нам нравится. И я думаю, ладно, надо дать бренду второй шанс, но не буду же я судить о бренде по одной палетке. Я сейчас считаю так, что нужно попробовать хотя бы 2-3 позиции, представленных у бренда, чтобы сложить хоть какое-то впечатление о качестве, потому что должна быть какая-то выборка, если вам не понравилась одна палетка. Ну, знаете, ни в семье, ни без урода всегда где-то может быть какой-то провал и другая продукция может быть топ, например. Поэтому сегодня у нас мега сияющая палетка, где нет ни одного матового оттенка. Здесь 21 рефил. Это, мне кажется, одна из самых больших палеток, которые у меня на данный момент вообще есть в коллекции. И она такая, знаете ли, чуть-чуть габаритненькая. Мне тяжело будет ее держать в кадре, разве что вот таким образом. И когда я буду делать макияж, то я думаю, я буду выводить вам на экранчик картинку и отмечать рефил, который я буду использовать, потому что, конечно, вот так он как-то показывает. Ну, не очень удобно. И как я вообще отношусь к большим палеткам, я бы не сказала, что сильно положительно, потому что, как минимум, вот уже, знаете, как сюда ее что пихать. И когда вы краситесь, конечно, вот так вот держать и краситься тоже неудобно, потому что рука устает. Она такая нормальная по весу. Здесь 25,5 граммов. И что интересно, бренд основан был еще в 2016 году. Не так давно. Поэтому даже их старинки относительные для меня в любом случае будут новинками. У меня на данный момент не такая уж и маленькая коллекция косметики, но все еще и не самая большая. Я много с какими брендами не знакома. И мне очень интересно все пробовать, все на эти новые текстуры узнавать. В палетке есть определенная цветовая логика. Рефилы расположены по таким секциям, где более рыжие, розовые, золотые, зеленые, синие и фиолетовые в конце. Кстати, насчет самих рефилов. Пигментация здесь добротная. И палеткой я уже пользовалась. Как на каждый день, так и где-то, по-моему, добавляла эту палетку в видео. Да, точно добавляла. Вы могли видеть на мне эту палетку, точнее работу этой палетки, в видео моей коллекции тональных для жирной кожи. По-моему, тот макияж многим понравился. Он был такой насыщенный, зеленый. И сияшки были именно из этой палетки. Поэтому, я думаю, сегодня мы избежим зеленого макияжа. Мне хочется сделать градиент. Конечно, когда палетка... Давайте я освобожу, наконец, ее из картонки. Я специально хранила ее для вас, чтобы в видео показать. Когда в палетке 21 рефил, очень тяжело сделать это все на двух глазах. Или нужно делать два разных глаза. Так, ребят, я ее не загибаю, потому что мне жалко ее. Я точно буду ее использовать для повседневной жизни. И мне не хочется портить картон. Поэтому, как бы, вам так ее в экранчик показать. Палетка приходит, соответственно, в дополнительные картонки. Вы открываете. И здесь еще пленочка, которая на маленьких таких скотчиках... Знаете, я постоянно путаю скотч, изолента. В общем, на вот таких вот наклеечках прозрачных здесь они легко отрываются, совершенно не портят упаковку. Но, благодаря этому, рефилы приходят в целостности. И на зеркало ничего не попадает. Как я до этого и говорила, бренд американский. Основан был в 2016 году в Лос-Анджелесе. И, к сожалению, у нас рут вообще нигде не представлен. Нужно либо его заказывать у перекупов, либо на сайтах-посредниках, либо уже с официального сайта. Но я лично с официального сайта не покупала. Поэтому мне сложно сказать, что там по доставке и по стоимости. Сама палетка вообще далеко не бюджетная. Даже со скидкой она мне обошлась, по-моему, в районе 400 гривен. Я не уверена, что я смогу найти свой старый заказ. Потому что, повторюсь, покупала я еще ее в начале лета 2021. Поэтому постараюсь вам найти стоимость где-то на просторах интернета на данный момент, где она может еще где-то представлена. Но мне кажется, что без скидок ее цена была в районе 800 или 600. Ну, такое, знаете, большой middle market. Да, здесь, конечно, большая палетка на 20 рефилов. И, понятное дело, что большая палетка будет там стоить дороже, чем тот же Revolution, где на 18 рефилов в районе 500 стоимость. Здесь 21 рефил и все-таки цена тоже повыше будет. Мне очень нравится, что на картонке изображены все рефилы, которые и в палетке. Причем даже текстура рефилов передана. И каждый оттеночек назван. Здесь есть все названия рефилов точно так же, как и в палетке. Вам не нужно, знаете, там палетку разворачивать, смотреть название. Но при этом вы можете это делать как и на картонке, так и в палитре. В общем, бренд заморачивается деталями. Я вот такое уже уважаю. Мне само оформление безумно нравится. Я вот, когда получила эту палетку, даже со скидкой, я понимала, за что я заплатила. То есть сейчас, попользовавшись ей, у меня сложилось впечатление, что даже если бы я купила ее за полную стоимость, я бы не пожалела, ребят. Хоть бренд американский, производство все тот же Китай, но дизайн разработан в США. Cruelty Free, 12 месяцев с открытия срок годности. Но я лично не смотрю на срок годности открытия теней. То есть я могу палеткой пользоваться и 3 года, и 5 лет. Меня ничего не смущает. Я слежу строго за сроком годности только у жидких продуктов. Такие как тональные основы, консилеры. А сухие пудры, к примеру, как-то у меня живут очень долго. Палетка очень сильно сияющая. Здесь текстура именно шиммеров. То есть там есть какая-то цветная база и куча-куча мелких отдельных блесточек. Сразу опережаю ваши вопросы. Да, блесточки осыпаются в течение дня, но только если наносить на голое веко, а не на базу. Если на базу, то все цепляется и держится хорошо. Но я, например, не всегда на каждый день использую базу. Иногда просто пальцем типа в палетку, на глаз. И, конечно, тогда осыпание есть. Но так как я люблю блестяшки, и если у меня щеки как-то дополнительно сияют, я как бы и не против. Поэтому тут смотрите, как вы вообще относитесь к такой текстуре, как шиммеры. Потому что у нас есть матовые, есть шиммеры, сатины и металлики. Также последнее время относительно новой текстуры это спарклы и глиттеры. Но глиттеры это все-таки не тени, это прессованный микропластик. Давайте разберемся насчет других текстур матовые. Я думаю, всем понятно, там нет никакого блеска. Сатины это такая заполировывающаяся текстура, которая похожа на шелк. Там просто есть какой-то легкий перелив, но там нет отдельного блеска. Металлики, соответственно, дают эффект фольги на глазах. Это намного более яркое свечение. Шиммеры это ярко различимые отдельные блесточки. И спарклы это уже что-то такое, знаете, на грани вот этих самых шиммеров и глиттеров. Когда там действительно блестки, знаете, ну вот спаркл. Оно так хоп-хоп сияет со всех сторон. Получаете, по сути, все цвета радуги. И если вы любите шиммеры, то вы просто покупаете одну палетку, имеете еще какую-то базовую. И вам украшалки под любой оттенок. Хотите вы там с зеленым платьем, с синим, фиолетовым, розовым. Вот просто каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Знаете, здравствуйте, все цвета радуги. Поэтому, не знаю, мне нравится эта палетка. И сегодня я хочу сделать градиентный макияж из розового. Потом мы уйдем в фиолетовый и закончим синим. И хочу экспериментнуть не использовать матовые. Мы будем работать на карандашной подложке. И попробуем сделать целиком и полностью макияж с шиммерами. Я сама не знаю, что получится. Потому что вот эта зона, где у нас есть залом у глазика. Конечно, там лучше работать матовыми оттенками. Чтобы при преломлении света у вас глаз никуда не уезжал, не заломливался. То есть вы можете сияшками в этой зоне создать себе лишние проблемы. Но мне интересно попробовать. Потому что текстура здесь достаточно пигментированная. И оттенки очень уж красивые. Начнем мы именно с карандашной подложки. Я тут к вам немножко подъехала. Мне волосы убраны, чтобы на лицо они не лезли и не мешались. Я буду работать на гелевых карандашах Lamelle. Это оттенки 401, 402 и 405. Будем вырабатывать их друг в дружку и создавать градиент соответственно. Давайте начнем с уголка глаза. На мне уже есть консилер. Поэтому кожа выглядит однотонно. Здесь нет никаких покраснений. Потому что если наносить карандашную подложку на голое веко, то у вас собственная тена кожи может создавать эффект грязи. Потому что у нас капилляры, венки. Вот это все. Оно там где-то синенькое, где-то красненькое. Лучше, конечно, покрыть до карандашной техники. Любым консилером. Желательно не сильно фиксирующимся. Чтобы карандашу было легко скользить. Карандаши от Lamelle фиксируются. Поэтому я сразу как нанесла. Я не жду ничего с моря погоды. Я беру плоскую кисть и подтушевываю. Из розового я перехожу в фиолетовый. Ох, давно, давно на этом канале не было фиолетового макияжа. А то у нас это лето было каким-то слишком уж фиолетовым. Очень много макияжа я делала. И фиолетовые смоки, и всякие фиолетовые просто акценты. Решила от них отдохнуть. И теперь, знаете, аж соскучилась. Все-таки люблю я фиолетовый в макияже. А у вас есть какой-нибудь любимый оттенок? Ну, там у теней или просто на себе. Возможно, вы любите там какой-то определенный цвет теней. Я вот действительно очень люблю фиолетовые тени и зеленые. Ну, конечно же, если что-то такое нюдовое, то цвет шампанского мой фаворит. А если он еще и дуахромет, ой, все, девочки. Так, фиолетовый, конечно, такой, знаете, очень плотненький. Поэтому тут особо его в дымку не получается оттянуть. Что-то получается средней плотности. Увожу не сильно под бровь. Я заранее сделала брови, чтобы видеть, куда я увожу тушевку. А то иногда, когда брови не готовы, и вы тушуете, а потом начинаете бровь рисовать, и все, у вас уже место закончилось. А мне еще как бы для хайлайтера надо пространство. Так, синий тоже добавляю. Ой, красиво сейчас будет, так знаете, немножко оттенять фиолетовый и синий оттенок. Но при этом они хорошо друг друга втушуются. Будет контрастность, и глаз будет очень выделяться. Ох, как я люблю такие переходы. И люблю карандашную подложку. Я решила сделать нижнее веко полностью синим. Так, дополнительный еще контраст появляется. И, возможно, по верхнему веку пустим потом стрелку уже на готовом макияже. Но это, как знаете, вдохновение пойдет. Я вам, главное, показала, в какой последовательности что наносить. Сейчас сделаю второй глазик. Ребят, сделаем немножко кофейную паузу. Хочу вам сказать насчет этих карандашей ламель. Я вам всегда их очень сильно советую. Но хочу предупредить, что от них могут слезиться глаза. И не только у меня. Кто-то тоже мне писал под видео, где я слизистую наносила. И зеленый, и синий, и фиолетовый. В разных роликах, да. Что тоже у людей есть такая реакция. Поэтому, если вы аллергик или вы в курсе, что у вас чувствительные глаза, то, наверное, не стоит таким баловаться. Но если у вас слизистые адекватно переносят какие-то цвета, то спокойно можно брать действительно стойкие хорошие карандаши. И, как по мне, очень бюджетный, достойный аналог каких-то более дорогих, люксовых карандашей, которые делают с вами вот такой прекрасный цвет. Потому что далеко не у всех есть бюджет на те же помады Джеффри. Тем более, что, во-первых, нужно тоже за границей заказывать. Не все хотят с этим заниматься. И, во-вторых, все-таки на помаде тоже еще нужно уметь работать. Карандаш открыл, поточил, намазал и пошел. Помаду там не дотушевал, она застыла. И все, у вас уже пятна пошли. Поэтому карандаш действительно классный вариант и для новичков, и для тех, кто более в теме, я думаю. Так что за вас поднимаю свой кофе и будем наносить палетку. Очень надеюсь, что я обнаружу потом картинку рефилов, чтобы я смогла вам отметить, что я беру. И давайте начнем с уголочка снежнятинских оттенков. И потом будем затемнять. Есть факел. И я начинаю с оттенка Love Pool. Это такой нежный-нежный розовый. И будем его использовать как хайлайтер для уголочка, чтобы подсветить. Давайте немножко так поближе сяду, чтобы и вам, и мне было все хорошо видно. Если наносить такой плотной кистью, то пигмент, сейчас вы увидите, перекроет даже карандаш. Тени действительно очень плотные. Это круто, потому что шиммеры подобной текстуры я, наверное, в бюджете особо не встречала. То есть это, знаете, шиммер нового поколения. Все-таки понятно, за что заплатил Рут в данном случае. Всех нанесений, которые я распробовала, мне больше всего понравилось наносить пальчиком. Но это не самый удобный способ, особенно если у вас есть хоть какой-то маникюр или хоть какая-то длина. Поэтому максимум, что я могу сделать, это когда у меня уже фактически весь макияж закончен, я могу сверху пальцем пройтись где-то подшлифовать. Потому что почему-то шиммеры пальцем зашлифовываются, знаете, максимально таким ровным свечением. Кисть может где-то немножко плешивить. Дальше я перехожу в оттенок Newberry. Он прям такой малиновый, яркий. И там, где у нас был малиновый карандаш, начинаю делать вот эту часть более розовую, которая в дальнейшем у нас уйдет в более фиолетовую часть. Ох, до чего! Шикарный цвет! Слушайте, может его вот так вот чуть-чуть подольше продлить. Смотрите, как он ярко сияет. Я знаю, что я сделаю вот так, оп, и уведу полоской. Сейчас, знаете, на ходу, как всегда, задумывала одно, потом по ходу дела пошло, пошло. Насыпания я сейчас особо не смотрю, потому что их по-любому будет много. Поэтому я не парюсь. И уже когда закончим, уберем их все вместе. Что? Куда мы переходим? Нужно что-то все еще такое розоватое. Здесь такой оттенок, в Манчестер, он типа дуахром, но он больше в рыжинку. Он, знаете, в рефиле смотрится таким каким-то зеленовато-голубым, а на палец переносишь, и он такой рыжий. Нет, но нам сюда не подходит. Я все-таки хочу сохранить вот эту гамму розово-фиолетово-голубую, поэтому золото, вот в это все мы влазить не будем. Я возьму оттенок Glitzby, как Getsby, только Glitzby. Он такой больше красноватый. О, красиво! И сюда добавляю поверх фиолетового карандаша. Один из самых красивых оттенков в Shimmer Field. Вначале кистью сейчас нанесу. Это будет фактически основная часть подвижного века в зоне хейла. Ух, какой же красивый цвет лаванды. И в нем присутствуют такие голубоватые блестки. Сейчас нанесу кистью и продублирую пальчиком. На пальце вот такая текстурка, ребят, видите? Он прям такой неглухой. В нем есть и голубизна какая-то, и цвет лаванды. Я люблю, когда цвета неоднобокие. И пальцем я именно его втираю. Нет, однозначно от пальца, конечно, эффект гораздо красивее, чем от кисти. Поэтому, если у вас есть шиммеры или это палетка, настоятельно рекомендую. Даже если вы, как и я, не любите с маникюром лезть вот в это все дело именно пальчиком, то лучше все-таки попробовать нанести рукой. Эффект будет гораздо круче, чем от кисти. Самую темную зону я беру оттенок Beams. Он такой и синий, аж черный. Какой-то темный, темно-синий. Знаете, глубокое синее море. Сглядите, чтобы никуда вас не утянуло. Ух, да, действительно очень красивый. Мне нравится, что здесь оттенки, не вы знаете, просто синий, и он там светится синим. Нет, здесь если темно-синий, здесь какие-то разноцветные блестки в составе. И по факту, когда это все дело переливается, смотрится, это, конечно, все очень дорого-богато. Я до этого все наносила одной кистью, потому что у меня здесь все вдруг дружку переходит. И я не переживала, что у меня где-то что-то запачкается. Но, конечно, после такого темного оттенка уже невозможно и пользоваться. Поэтому кисть мы сейчас меняем. На стык вот этого супер темного и фиолетового я нанесу оттенок Bjorkyful. Это как Beautiful и New York, только Bjorkyful как бы и красивый, и что-то с Нью-Йорком связано. О, отлично! Этот оттенок прям как переходный. И они в палеточке как раз рядом находятся. Я думаю, не зря их поставили так, чтобы мы их вместе использовали. А по нижнему веку мне хочется пройтись оттенком Blue Wells. Он такой яркий, прям невероятный. Я думаю, что на карандаш сейчас ляжет изумительно. Он фактически в оттенок гелевого карандаша Lamelle. Как будто созданы они друг для друга. И осыпания сильные пошли. Если наносить пальцем, то таких осыпаний нет. Поэтому все же я призываю наносить это дело пальцем. Знаете, призываю, а сама сижу и кистью наношу. Теперь очень важно сделать вот эти грубые углы более мягкими, которые я оставила. Потому что плоской кистью вы не сможете тушануть. По-любому, если вы хотите дымку, то вы должны менять инструмент. Не всегда, может, те неплохо работают. Возможно, вы просто не ту кисть взяли. Поэтому я возьму оттенок Tencaster. Мне кажется, мы его еще не использовали. Тоже он какой-то в такой фиолетивинку. Набрала немножко, стряхнула и прохожусь по границе. Где у нас синий, фиолетовый, чтобы создать дымку. А знаете, что мне захотелось? Графическую нижнюю границу. Поэтому мы сейчас будем делать графику. Я взяла салфетку. Во-первых, убираем осыпание. Сейчас у меня кожа немного покраснеет. На это мы внимания не обращаем, потому что все равно затонируемся. И граничку прям поднимаю вверх до того состояния, как я хочу, чтобы тушевка заканчивалась. Я хочу, чтобы она у меня смотрела на кончик брови. Соответственно, я вот так вот ее подчищаю. Блин, круто смотрится. Можно еще дополнительно подчеркнуть вот эту графику какой-нибудь подводкой. Но это не точно. Ух! И второй глаз точно так же подчищаю. Из того, что я сейчас вижу, конечно, эксперимент делать макияж шиммерами оказался не самой лучшей идеей, потому что макияж смотрится не максимально чистым. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Вот эта граница, конечно, если здесь работать и шиммерами, и матовыми, все гораздо бы опрятнее смотрелось. Но в целом, как какой-то концептуальный макияж именно для фото, очень даже неплохо. И главное, я вам показала, насколько сильно пигментированными могут быть вот эти шиммеры из палетки. Господи, как она вообще называется? United Shimmer Dumb. Название классное. И возьмем оттенок Glass Glow. Glass Glow. Здесь очень много игры слов, ребята, в названии рефилов. И если вы знаете английский, вам будет забавненько. Это такой почти прозрачный белый цвет, и хочу по границе пройтись как хайлайтером. Это была очень плохая идея, потому что он перекрыл за собой все. Нет, охрана, отмена. Я, конечно, вот эту зону уже подпортила этим светлым цветом. Сама на этой сижу, рассказываю вам о пигментации, и как бы напоролась на свои же лыжи. Поэтому имейте в виду, что здесь действительно высокий пигмент у всех сияшек. Если вы хотите что-то использовать как хайлайтер, не стоит. Потому что вам он перекроет всю вашу тушевку. Я беру хайлайтер от Makeup Revolution Pills Boss оттенок. Такой лавандовый. Набираю активненько, и им постараюсь сейчас подтушевать вот эту границу свою. Он более полупрозрачный, но все же с фиолетовым оттенком. На грязь наделала, что поделать. Теперь так и будем сидеть с вами. Ну вот с хайлайтером вроде чуть-чуть получше стало. Потому что оттенок Glass Glow, конечно, прям совсем тут суеты навел. Да, ребят, лайфхак вам даю. Если вы напортачили с верхней границей, особенно в зоне под бровью, то берете любой хайлайтер, который будет классно сочетаться с тем, что у вас будет дальнейшем с помадой, или вы просто знаете, что у вас сегодня фиолетовое настроение, какой-нибудь розоватый или фиолетовый хайлайтер, и заполировываете вот эту зону пушистой кистью. И будет вам счастье. Итого, на глазах мы умудрились уместить аж 9 оттенков. Мне кажется, что здесь видно, что здесь действительно много цветов, и переход сохранился, и при этом настроение передалось вот этой шиммерности. Я очень довольна. Давайте быстренько что сделаю? Что-нибудь украшу и вернусь к вам. Ну что, ребят, вот такой макияжик у меня получился. Я прям более чем довольна результатом. Давайте я вам покажу все вблизи. Я крашу сегодня дольше обычного, потому что, знаете, то кофе попила, то стрелочку придумала, то там решила что-то добавить. В общем, на мне макияж уже час сорок. Поэтому по стойкости, как вы видите, точнее, как вы сейчас увидите, осыпание минимальное, но я накладывала все-таки шиммеры на карандаш, а не на голое веко. Когда я на улице ходила без карандаша, просто на консилер, то осыпания были. И, кстати, у меня есть для вас включение с улицы, но вначале мы посмотрим на макияж вблизи, и потом уже на то, как это все выглядит при обычном освещении. На самом деле, вот такие мелкие блесточки и текстуры красивее всего раскрываются при искусственном освещении, таком, знаете, немножко притомленном, притемненном, как это называется, когда, в общем, в ресторане вы сидите, у вас это все просто россыпью бриллиантов переливается. Но и на солнышке это все тоже очень красиво играет, поэтому, знаете, и на выход, и просто на кофе с подружкой очень много применений подобным теням, и я очень довольна, что приобрела эту палетку. Ребята, решила вам сделать включение с города с потрясающей прической. Вот так вот оно в жизни все и выглядит. Я вам, как всегда, микрофон закрыла. Сейчас я вам покажу вид на львовские крыши. Я думаю, что много кто у меня не был в Львове. Мы сейчас на шестом этаже одного маленького торгового центра. Здесь есть бесплатная смотровая площадка и открывается вид на домики львовские. Посмотрите, какие там люди масенькие. Здравствуйте. Ой, свадьба! Я так классно приблизила. Так что не знаю, кто вы, но с праздником. Вот это главная львовская ратуша, так что, по сути, мы прям-прям в центре города. Блин, как же классно! Еще и погодка такая, знаете. Хоть скоро сентябрь, муж. Мы спали для мужа. Он не любит сниматься, поэтому будем довольствоваться тем, что его видно со спины. В общем, ребят, я очень кайфу от этого города. Невероятно рада, что мы все-таки решились на переезд. О, ратуша! Представляете, она действенная, да? Вам слышно, что оно звенит? Давайте я вам расскажу, чем я сегодня накрашена. На мне сегодня тон Dior. Корейская помада Misha на глазах. Это United Shimmer Dome от Root Cosmetics. Вот, в общем, ребят, поделилась с вами частичкой своего выходного. И, кстати, прошу заметить, что вот так макияж, как-то, знаете, немножко уныло, может, даже подчеркивающую текстуру, выглядит именно, когда солнца нету. И, ну, это нормально, когда макияж не такой же, как в студии, не такой же, как на фото. Это жизнь. И если вы видите на блогере там идеальную кожу, идеальный контур и так далее, просто помните, что все мы можем выглядеть и вот так, и по-другому в том числе. Всех люблю, всех целую. Как вы могли заметить, ребят, для прогулки я использовала только самые светлые оттенки из палетки, и мне этого было достаточно. Очень красивый перелив получается, при этом не так вычурно, как, например, настолько яркий макияж, и розовый, и синий, и фиолетовый. Действительно, у палетки множество применений, и как акцент, и как полноценный макияж вы можете выстроить, да, это немножко нестандартная форма, потому что мне, например, тяжеловато воспринимать сейчас макияж, настолько блестящий, но наоборот, мне кажется, это в моем вкусе, потому что я люблю, когда блестки сияются в сельдер, и как раз вот вроде и не по правилам, а вроде и красиво, поэтому делайте, ребят, так, как вам удобно, и используйте вообще косметику так, как вам комфортно, как вам нравится. В макияже однозначно не существует никаких правил. Что насчет Руд Косметикс, моего такого, скажем, второго впечатления, после уже палетки Токио, то, конечно, Юнайтед Шиммердом полностью реабилитировал в моих глазах этот бренд, и теперь мне еще больше хочется от них попробовать, потому что эта серия такая сияющая, гораздо более качественная. На городской серии палеток разные города представлены, здесь 14 рефилов, и здесь качество самого оформления ничуть не хуже, то есть качество пластика, качество картона, в целом складывается впечатление, знаете, понимание, за что вы платите, потому что Руд хоть и позиционирует себя как что-то бюджетное, я все-таки отнесу Руд к такому миддл маркету, то, что подороже даже, чем Революшн будет, и конкретно серию городов Токио я вам не советую, я этой палеткой особо не пользуюсь, здесь вроде сияшки, вот смотрите, они набираются, оп, это очень красиво на пальце, но почему-то на глаза это вообще не переходит, ну то есть здесь можно обмазаться, просто, наверное, еще по-другому обмазать, Цезаря и мужа, и на всех хватит вот этой пигментации, но на глаза это так не переходит, я не знаю, в чем причина, возможно, мне стоит сейчас еще раз ей как-нибудь накраситься, потому что сейчас я, мне кажется, улучшила свой навык владения косметикой, и тогда, это еще прошлой зимой было, возможно, я неправильно их наносила, поэтому эта палетка не работала, что ж, хороший повод воспользоваться ей еще раз, и понять, это все-таки я криворучка была, или у Рут бывают провалы, но об этом мы узнаем с вами в дальнейшем, я обязательно потом сделаю чекап, выскажусь по этому поводу, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропускать полезную информацию, но еще лично для меня приятно, хоть палетка указана как Руэлти Фри, наш Юнайтед Чиммердом, но здесь нет пометки Веган, не проверяла, есть ли здесь кармайн, то есть кармин, перетертый красный жучок, но, так, ред, нет, походу здесь синтетический заменитель, ладно, не буду вчитываться, я все равно, знаете, не химик, технар, не сильно-то в этом шибко разбираюсь, но суть в том, что эта палетка мне не тинтуют глаза, ни от ярких цветов, ни от светлых, все отлично смывается, единственное, что блестки могут где-то по лицу, еще после умывания находиться, то есть нужно хорошенько так, гидрофилочкой или мицелляркой, пенкой, еще и тоником протереть, знаете, взять хорошо ватный диск, и пройтись так, чтобы у вас точно ничего не осталось, в любом случае, любые сияющие оттенки, нужно смывать прям хорошенько, не лениться, потому что, если у вас микропластик остается на лице, вы понимаете, что это, ну, как минимум, не полезно для кожи, как максимум могут быть какие-то реакции, так что, мой вывод такой, я хочу дальше знакомиться с брендом Root Cosmetics, я очень довольна палеткой, и от души вам ее советую, она разнообразная, я об этом сказала сегодня множество раз, используйте ее как хотите, она полностью оправдывает свою стоимость, поэтому, ребят, давайте пообщаемся в комментариях, рассказывайте, пробовали ли вы что-то от Root Cosmetics, потому что бренд все-таки не активно представлен в Украине, возможно, в России как-то, у него доступ есть получше, я не знаю, возможно, я тоже не в курсе, а где-нибудь он все-таки продается, если знаете какую-то информацию полезную, делитесь, пообщаемся, буду очень рада вашей поддержке, ребят, спасибо вам большое за все лайки, комментарии, я все-все вижу, все лайкаю, тоже в ответочку вам, ага, чтобы поддержать меня, можно поставить пальчик вверх, подписывайтесь, чтобы не пропускать еще больше новых и бюджетных видео, а нам с вами, до скорых встреч!